Библионочь 2013. Бух-юниверс или книжная вселенная. Так называлась встреча в неурочное время в стенах Дивеевской районной библиотеки. В шесть часов пополудни в минувшую пятницу в стенах этого заведения собрались любители культурного отдыха самого разного возраста. Подобные встречи для работников библиотеки – дело уже привычное, ведь ночь библиотеки проводится в четвертый раз, и, как выяснилось, не только в Дивееве. Всероссийская библионочь объединяет около тысячи библиотек сегодня. Все они открыты, все они работают. Всероссийская библионочь у нас проходит на четырех площадках. Это районная библиотека, детская библиотека, библиотека Анучина и библиотека поселка Сатис. Началось все в конференц-зале, где перед участниками выступили преподаватели и учащиеся Дивеевской музыкальной школы, в том числе девятилетняя Ульяна Степанова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, в том числе международного конкурса фестиваля «Таланта Европы», прошедшего в декабре 2012 года в Париже. По окончании музыкальной части гостей пригласили на площадку перед библиотекой, где участники клуба исторической реконструкции «Абор» представили инсценировку средневековой битвы, в ходе которой немецкий крестоносец в честном поединке одолел своего соперника – шведского рыцаря. После зрелищного представления участники разошлись по четырем этажам нового библиотечного здания, где работали клубы по интересам. Детское отделение включало викторину, шахматные и шашечные поединки, мастер-класс лепки из глины. Взрослые тоже не скучали. Их ждали презентации женского клуба «Кивис», экологическая игра викторина, дартс и настольный теннис на цокольном этаже библиотеки. Отдельно стоит отметить встречу с самобытным девеевским писателем Антоном Лукиным. Антон пишет прекрасные, добрые рассказы и детские сказки. Сюжет, как правило, незамысловатый, но по стилистике, композиции, языку его сочинение является собой образцы зрелой прозы. Не так давно он стал победителем международного литературного конкурса имени Андрея Платонова «Умное сердце» в номинации «Проза» и лауреатом литературной премии Антона Дельвига в номинации «Литрезерв» за книгу рассказов «Самый сильный в школе». За время мероприятия участникам совершенно бесплатно предоставлялся чай и кофе. Закончилось все просмотром на большом экране художественного фильма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова